Всем привет! Сегодня у нас 4 декабря и вот так выглядит моя голубика садовая. Кустику два года с момента посадки. Садила я его вот таким маленьким саженцем. Практически там одна веточка была, ниточка. И вот за второй год выросла вот такая вот ветка. Самое интересное, что когда у нас были снега и снега было навалено полметра, то все листики, которые были под снегом, видите, они остались зеленые, а веточки, которые выше снега, они все вот такие. Честно скажу, я не знаю, как выращивать эту голубику, потому что сколько бы я не искала информации, все равно пока сама ошибок не наделаешь, не поймешь. Ничем я не укрываю эту голубику, так она у меня и растет. По идее на следующий год здесь должен быть хоть какой-то урожай. Будет он или не будет, я честно не знаю. Но голубика крупная, вкусная. Главное, чтобы она перезимовала. Здесь же я, как вы видите, посадила буквально кончик веточки из ежевики без шиповной. Просто отломалась веточка, мне было жалко ее. Я ее сюда посадила, не знаю. Это просто ради баловства. Приживется так приживется, не приживется. Ну так просто у меня есть другая черная малина, типа тоже как ежевика. И она уже успела нарастить целые бороды на тех местах веток, которые я пригнула к земле. И укрыла к шиферам. Сейчас покажу. Ну а эта голубика, она, конечно, вот так выглядит. Посмотрим, что она мне даст на следующий год. Вот так у меня зимует black devil, черная малина. Я ее все равно называю ежевикой. И вот здесь, получается, я ее прикрыла шифером просто. Корень накрыла мешком. И вот здесь вот ветки, они просто вот лежат у меня на земле. Потому что я их не обрезала, обрезать буду ранней весной. То есть укрыла только то, что останется. А то, что мне не нужно, оно лежит вот так. И вот не успели они полежать пару месяцев. Все, как смотрите, уже тут целые бороды мне понаращивали. Это black devil. То есть это уже, можно сказать, готовые саженцы. Но мне они, в принципе, не нужны. Только если кто-то просит, я оставляю. А так это все я просто удалю. Вот. Ну а по поводу моей голубики. Самое интересное, что у меня получится на следующий год. Потому что голубика на базаре стоит бешеные просто деньги. И мне просто хочется вырастить ее у себя. Здесь у меня торф я покупала. В перемешку с шишками. Добавляла сюда шишки. Немножко лесного опада. Буквально там ведро. И все. Периодически я думаю, что буду сюда подсыпать еще торф специальный. И еще подкармливала специальным удобрением для голубики. Ранней весной. Ну вот и весь мой, так сказать, уход. Разве что поливать. Поливать нужно, да, сильно. Потому что вот эта вот земля. Вот этот вот торф. Он очень быстро пересыхает. И посадила ее вот в такое вот кольцо. Это мы покупали ведро большое. Дно отрезали. И вот так вот в землю закапывали. Это для того, чтобы не растекалось. Или как это так правильно объяснить. В общем, когда поливаешь и когда пропалываешь, без вот этого ограничителя, просто земля смешивается с этим грунтом. И тогда голубики не есть хорошо. Так что вот так у меня выглядит голубика. Кому интересно, подписывайтесь. И посмотрим, смогу ли я вырастить у себя в саду голубику или не смогу. Потому что чернику у меня вырастить не получилось. Кстати, есть мысля сюда вот под голубику посадить, купить саженцы черники. Точно, это мысля. Надо на следующий год так и сделать. Ну, а пока всем до встречи.